Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В этой программе мы согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Мы продолжаем читать с вами Нагорную проповедь. Помню, как-то я читал воспоминания одного немецкого пастора. Он любил везде рассказывать людям об Иисусе. И однажды он ехал в такси и таксисту сказал, ой, знаете, вы мне так напоминаете Иисуса Христа. Ну, таксист приосанился и говорит, а почему? Чем я вам напоминаю Иисуса Христа? Он говорит, вот видите, я же старый человек. Вот мне нужно вот в другой конец города. Я ведь сам бы туда и не дошел. Пойди, умер бы по дороге. А вы вот везете меня. Так вот и на небеса я бы сам попасть не мог со своей праведностью. А вот Христос подарил мне свою праведность, простил мои грехи и доставил меня на небеса. Поразился таксист такому изложению Евангелия. На мой взгляд, это очень остроумно. И действительно, следующий фрагмент Нагорной проповеди, он об этом. Только Христос может привести нас в Царство Божие. Сами своими силами никак не дойдем. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 5 глава, с 17 по 20 стихи. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. И так только Христос может привести нас в Царство Небесное. Сами не дойдем. Почему же мы сами не можем попасть в рай? Четыре аргумента приводят нам здесь Иисус Христос. Во-первых, абсолютно праведен только Он, наш Господь. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Христос исполнил закон. Буквально по-гречески здесь сказано, что Он пришел его завершить. Господь, во-первых, говорит о полной богодухновенности и неизменности заповеди Ветхого Завета. Но кто может исполнить закон? Ни один человек этого не в силах сделать. Только Христос. И Он пришел исполнить весь закон, привести его к завершению. Именно такое значение у глагола «плэроу» в конце 17 стиха. О том же говорит и апостол Павел. В послании к римлянам, 10 глава, 4 стих. Конец закона Христос. К праведности всякого верующего. Христос, завершение, кульминация закона, Он исполнил закон. До мельчайших подробностей. Он был абсолютно свят и безгрешен. И Он один достоин небес, потому что туда не войдет ничто нечистое. Второй аргумент, почему только Христос может нас привести на небеса. Потому что к нам, как грешникам, невозможно применить никаких поблажек. 18 стих. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. То есть йота, здесь скорее всего еврейская буква йот, похожая на нашу такую запятую. А черта это небольшие черточки, которыми отличается одна еврейская буква от другой. А в русском алфавите тоже есть такая черта. Это черточка, которая отличает букву Ш от буквы Щ. Ша от Ща. Вот такая небольшая черточка. В еврейском алфавите черточками отличаются Бет и Каф, Далит и Рэш и так далее. То есть закон нельзя изменить. Вот в чем смысл. Функция закона карать и казнить. Апостол Павел пишет, все утверждающееся на делах закона находится под проклятием. Ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Невозможно исполнить закон. Ты неизбежно попадаешь под проклятие, а изменить его никак нельзя. Нельзя отменить какую-то заповедь. Она по тебе шандарахнет всей силой своего проклятия, когда ты ее нарушаешь. А мы нарушаем каждую из заповедей Божьих практически ежедневно. И Господь здесь не говорит, что его ученики до сих пор должны исполнять закон Моисея. Он говорит, что закон неизменен. Он вот как дамоклов меч висит над головой. И он готов проклясть всякого грешника. Поэтому из-под проклятия закона нужно перейти в благословение Авраама. Это в терминах апостола Павла из послания Галатам. А благословение Авраама это праведность, дарованная по вере во Христа. Третий аргумент, который приводит здесь Господь. Пребывание в Царстве Божьем сильно зависит от нашего отношения к словам Христа. 19 стих. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Тут я должен признаться и покаяться. Долгие годы я неправославно, не в согласии со святыми отцами объяснял этот текст. Мне казалось, что малейший в Царстве Небесном это тот, кто будет в Царстве Небесном, но просто у него не будет награды. Ну или как Павел пишет, спасется, но как бы из огня. Но святые отцы толковали этот текст иначе. Вот что пишет святитель Иоанн Златоуст. Понятно, что Христос здесь говорит о своих заповедях, заповедях сих малейших. Малейшими он их называет из смирения. Но что это значит? Когда ты слышишь слова малейшим в Царстве Небесном, то разуми не иное что, как гиену или мучение. Царствием он называет не только наслаждение будущими благами, но и время воскресения и страшное Второе Пришествие. В самом деле, возможно ли, чтобы тот, кто назовет брата своего глупым и нарушит одну заповедь, был ввержен в гиену, а кто нарушит весь закон и других доведет до того же, будет находиться в Царстве? Не это, следовательно, разумеется здесь. Но то, что нарушитель закона в то время будет меньшим, то есть отверженным, последним, а последний, без сомнения, будет ввержен тогда в гиену. Будучи Богом, Христос предвидел беспечность многих, предвидел, что некоторые примут слова его за преувеличение и будут умствовать о законе так. Неужели тот будет наказан, кто назовет брата своего глупым? Неужели тот прелюбодей, кто только посмотрит на жену? Ну, предотвращая такое небрежение к закону, он и произносит страшную угрозу против тех и других. То есть и против нарушителей закона, и против тех, которые других доводят до этого. Зная такие угрозы, подщимся и сами не нарушать законы, и не будем ослаблять ревности других, желающих блюсти его. Речь идет, конечно, о законе Христовом, вот о этике Царства Божьего. Ну и действительно так. Мы не оправдываемся законом Моисеевым. Мы, когда приходим к святому крещению, в святом крещении благодатью Святого Духа, по вере нашей смываются все наши грехи. Мы, независимо от того, исполняли мы закон Моисеев, не исполняли закон Моисеев, какие мы заповеди исполняли, какие не исполняли. Вот все, мы новое творение. Но если мы теперь не будем жить по Нагорной проповеди, то есть плевать на слова Христа, то тогда, конечно, мы утратим эту полученную нами праведность по благодати. Мы утратим эти белые одежды. Мы и отречемся от Христа, потому что регулярный грех приводит наше сердце в состояние ожесточенности, когда нам и Христос-то уже не нужен, и слова мы его считаем ничтожными. Вот что значит быть малейшим, ничтожным. То есть ничего ты не будешь значить в Царстве Божьем, ну не будет тебя в Царстве. А во втором пришествии ты будешь последним, то есть будешь среди тех, кто ввержен в гиену огненно. Поэтому сами мы не дойдем. Нам нужна помощь Христа в том, чтобы и выполнить требования Нагорной проповеди, чтобы исполнить закон Христов. Ну и четвертый аргумент Господа заключается в том, что да, билет в Царство Божие стоит слишком дорого, нам не по карману. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. То есть вход в Царство Небесное приобретается праведностью Христа. Фарисеи и книжники были очень праведными людьми. Но этого недостаточно, чтобы войти на небеса. Поэтому нам нужна помощь Божественной благодати. Нам нужна праведность, вмененная нам Христом. И нам нужна помощь Его для того, чтобы пройти этот путь. Не отречься от Христа. Бороться с грехами. И жить, возрастая в святости. Только Он может это сделать. Как пишет апостол Павел. Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою. Быть хорошим без Христа можно попытаться, но это никак не спасет ни одного человека. Очень наглядно об этом пишет Клайв Степлз-Льюис. Желание быть хорошим без Христа зиждется на двух ошибках. Во-первых, это вам не под силу. Во-вторых, это не цель вашей жизни. Нельзя взобраться самому на высокую гору праведности. Но если бы мы и взобрались, мы бы погибли во льдах и разреженном воздухе. Начиная с определенной высоты, не помогут ни ноги, ни топорик, ни веревка. Нужны крылья. Дальше придется лететь. К Богу нас поднять может только Христос. Он может обожить нас. Сделать причастниками божеского естества. Преобразить нас в свой святой образ. Подумайте об этом хорошенько. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мир. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok